зашел вот с вопросом уже поднимался неоднократно и вам уже задавали этот вопрос и вчера не там православная анна который со мной беседовал у него канал есть тоже она мне этот вопрос задала ее смутило очень сильно для меня это было вообще как рушение говорит я очень расстроилась когда это все прочитала что прочитала вот я до по мере своих сил я по мне и объяснил конечно но все равно я хочу вам позвонить позвонил вам чтобы все-таки чтобы вы со своих уст вот она прочитала что есть письмо 2015 года на запрос одного священника тогда он может и не был священник антония дулевича которого мы давно знаем уже с вами руководитель миссионерского отдела козырьской епархии и там где собственно он делает запрос митрополиту восточному американскому нью-йоркскому илариону по поводу вот относительно протерея акима лапкина его брата то есть вас и вот приходов ваших которые собственно вопрос был в том что насколько то есть почему где он находится какой юрисдикции принадлежит и ответ такой пришел от илариона что как бы вне вы наху по подтверждаю что общины потерявки не относится к церковной юрисдикции рпцз и протеи и и аким лапкин не имеет нашего благословения на совершение богослужений вами священному чень конфимы в селе потеряется и подпись стоит иларион ну и собственно вот такой вопрос как это почему он так написал или вообще что является ли это действительным документом и вообще как состоит в этом делу почему это сразу несколько вопросов кто запрашивает им что наша душа нужна кто запрашивает там говорится козырец какое отношение имеет к нашей парке почему нашей парке не запрашивает вопросы сразу стоит то есть это подыскивается кто он такой то время тем более разговор был вот сейчас спрашивает что самое жестокое православие где есть это миссионерские отделы они название имеют совершенно антихристианское ни одного отдела христос не образовывал не апостола мы считаем это вот идет еврейский народ моисей и брат его аром все и какие документы у них нету или есть ничего нету просто избрали а как он может доказать моисей никак сегодня можно доказать что тебя рука положил такой-то там дальше 12 апостолов иисус посылает их по два почему по два пусть они ответят если это назвать отделом значит в отделе должно быть не больше двух человек или проповедовать о христе они искать подвоха где-то на кого-то а у них это дуть другого нет ничего духа иезуитов по лыжничество вот они как раз степаненко и сказал максим вы горит все вместе там не сделали того 5 процентов не сделали что этот один старик сделал я ему не давал это слово он сам увидел то они такие значит все миссионерские отделы не божественное устроение дальше и собирает еще 70 так называемого апостола и ни одного не послал втроем двое мы не верим в это опять если есть братья то кирилл и мефодий сколько двое и что захватывает все нам главное это священное писание так а душах наших он заботится кто запрашивает нет конечно ему надо найти что-то такое доказать что мы не имеем права молиться богу не имея права совершая то что вчера совершали после всех их комбинаций точком которому дал путин объединение объединение речи не было перед этим все зарубежные совещания там были два раза ездил и отец аким был там ну и якорь у нас врач там был виктор яковлевич так виктор андреевич яковлев подка правильно точно забыл совсем и не давали еще записывать магнитопонами по рядам ходили выглядывали ни под каким видом не давали как это так церковное совещание и избранные люди прилетели из россии записать нельзя передать нельзя то есть мошенство а с нами присутся ливерская икона идут обедать икону тащит за собой без иконы никуда но настолько все это удивительно что они хотели хотели то что нельзя было открыто сказать а дальше оботрется признание акта каноническом общении что зарубежная церковь признается благодатной которую только что называли раскольниками клейми или отбирали монастыри там на иллионской горе везде что выбрасывали через полицейских вдруг сразу изменилось путин побыл и зарядил больше успеха ни один сотрудник внешней разведки не делал чем путин 364 пункта своих сразу образовали за рубежом он что верующих глубоко заботился об этом нет мне то мое дело курировал никулин юрий михайлович и он узнав об этом сказал ну все игнатий тихонов еще объединяется теперь мы не растопыренной рукой будем бить католиков по кулаком я в летом объединялись чтобы кулаком бить другого то ничего не было и они зарубежные как-то повлияют более чистые там не кгбшники они растворились как бы не было а зачем они пошли на это у меня есть книги подписаны благословенная грамота от митрополита виталий ваграму уже не раз перевернулся бы если бы знал что будут объединяться с московской патриархии о которой он говорил близое время когда мы объявим без благодатной все извратили за 70 лет ни разу книгу правил не издали у меня грамота есть письма его книги подписаны вот этот человек который запрашивает кто он священник сейчас тогда он даже священником не был ему отвечает давай по пунктам что там написано давайте давайте благодарю вас за запрос относительно притерея акима лапкина и его прихода его брата благодарение и проще это не означает одобрение согласие совсем так и начинается всегда любое тем более документ официально посылают тут нужно сказать следующее что если они так прятались а потом 5 лет переходный период ни одного слова на совещаниях все зарубежных не было даже об обвинении даже слова не было ни одного значит что хитростью а хитрость от кого хитрец кто там другие книги пишет это нам знаем мы знаем откуда построено было не на евангельских принципах мы чем-то провели не спереди нет отец с ними молился вместе в америке в австралию летал и в германии в рубежной церкви намека даже не было никто никогда нигде не говорил значит это трая тайная сделка тех кто это сделал разложить а в мировой практике было такое чтобы вот так вот они там решали между собой власть давила они приняли и какой-то там приход или епархия не пошла ее бы тот сам архиерей запретил молиться нет конечно тоже безумие как он может в небесные дела вы что объединяете с человеческой а литургия не относится к человеческому как говорят осколок неба вот по порядку то когда начинаешь смотреть признавали а мы всегда признавали благодатность московского у нас не было что и поэтому на нас никак не повлияло а дальше они начали на это давить и сразу же образовалось 13 разных юрисдикций отец таким говорил об этом не торопитесь не торопитесь дайте людям маленьком вздохнуть увидит кто пойдет нет ушли некоторые там еще раньше с тихонов архиептистов тихон пасечник в томске там где-то в одессе агафангел пашковский и дальше пошли другие я знаю еще орлова я у него жил в америке он стал антонием это осколки уже непосредственно синода который был тогда в америке то есть зарубежная церковь сколько там чего не знаю но мы во многом не сошлись не сошлись а с ним первую очередь он меня вопросом сразу в тупик загнал я говорю воевать нельзя убивать нельзя вот понимаете а тот а он призвал садиться на танки коммунистов давить а он тогда прямо прямо говорил а татарская ига вот кто там сергий радовский благословил да коммунисты хуже их значит могу ли я говорить что нельзя коммунистов давить на танках понимаете у нас больше ничего не было о чем бы мы разошлись описание нигде я не заметил не в синоде не с архиепископами зарубежными где я встречался не с епископами и вот теперь они подгоняют любыми путями но заставить не могут и чтобы власть сказала что отнимает благодать это тоже по сей день нигде не произносит а кто не подчинился ну вот мы не подчинились а мы как никак местная архиерея митрополит сергий иванников приезжает дважды в год обычно служит я при нем проповедь говорю но это все в интернете выставлено и он поминает патриарха или тот там кирилла следующие илариона потом его поминает диакон и потом местного там всеволод потому что территория на которой мы находимся там они поделили эту епархию на три части он признает благодать но если мы ретикили кто-то его сразу отлучили нет дальше я уже узнаю из других источников тогда был у нас здесь дмитриев епископ максим его куда-то в елец там отослали а почему он везде со всеми пересорился или он не начинал бы говорить мне говорят ни одного епархиального собрания что нам или начать и не окончить а вот он все наоборот в один день все переселал но и тот не постигал на то что мы там безблагодатные или что-то вы там делаете свои дела объединяете подписываете какое отношение имеет ко мне это никакого и будто бы мне потом спрашивает это было еще тогда тот спрашивает его патриарх а как там игнатий лапкин как какие дела это еще алексей был тогда да вот они объединяются почему он спрашивает тогда об этом епископа нашего и в тихо он говорит если бы местный епископ вел себя по-другому может быть по-другому было бы хотя по-другому не могло быть мы никогда не пойдем туда знаю что там кроме смерти для нас для нас лично ничего не уготовано и он епископ максим перед отлет перед тем как уехать отсюда побывал у нас служил с нами обедали там это все заснято это еще не все он собрался на вертолете лететь я готов полететь сильно видно прижгло батюшка садиться негде у нас площадка не сделано и вот когда мы были и тихий он за столом сидели и договаривались совещание было наши люди пришли накануне еще говорили мы приглашаем корреспондентов наши беседы запишем утром приходим они отменили да как же мы ящикам по телефону говорили до этого лично встречались фотографы я сразу встал ушел да ну максим спрашивает и тихий так что Игнатий ушел он никогда на это не пойдет они уже знают меня зачем мне это нужно душу корежет договорились а тут корреспонденты все а после они уже согласятся но уже поздно будет они никак не могли расположиться к нам пока не заменили епископ а это приехал в один день тут же чуть не на следующий день приехал потеряевку надо же там видно сколько раз он приезжает уезжает вот когда меня призовал там миндальная повесть беседовали я больше сейчас только в епархии непосредственно у него за столом там беседовали и так этот которому до нас дела нету эти иезуиты из этого отдела в кавычках миссионерского они запрашивают его мы должны помнить что если они нас покинули то пастырь лживый трусливый бросает овец виде волка приходящего если они настаивают мы должны так и понимать вы увидели страшного волка что на нем звезды по ноге это вы сами решайте мы не сдвинулись с места овцы не разбежались как по хвалу говорит златоуст пастырь убежал говорит овцы остались это они перешли а мы никуда не перешли по сегодняшний день а пцз повторяю когда служит архиерей у нас здесь в этой общине служил барнаульской и барнауль этого потеряевки свято-амфимовской везде поминают илариона а мы дома каждый день молимся за патриарха церкви нет только когда они у нас служат и теперь по порядку считайте письмо как он отвечает вот иларион пишет митрополит до воссоединения рпцз с рпцмп эта община относилась к русской зарубежной церкви под видением при освященного епископа евтихия вышимской епархии да так и было так мы ему и принадлежали и по хорошему расстались его пять лет за наши общины еще стояли за ними дальше объединение покажите документ об объединении чтобы вы принимали как здесь каждого раз спрашивали нету обман то есть ссылается на фальшивку то есть она сделана но все это подделка не объединение ничего этого не было только признание а мы признавали всегда дальше уже здесь громадное облако лжи наплывает то есть смотрите изначально община была основана в рпцз она никакого отношения не имела московской патриархи которые бывали которые переходили там общими московского патриархата мы никогда не были мы там ее образовали там зарегистрировали ни дня не было что мы в московской патриархии были как нас можно передавать кому-то а почему не на кипр передать не финляндию там тоже православная то есть здесь уже просто безумие какое-то как это так или чем-то вина хотя бы предъявлено было хотя бы мне или батюшке нет нигде от я имею ввиду зарубежной церкви никогда и нигде тем более это много был беседовал и милились и ездили с митрополитом виталием у меня такое я показывал документ какой фотографии с ним то есть это не пошивка дальше дальше то есть вы когда не было еще воссоединение московский патриархат не признавал русскую православную церковь за границей не до этого не признавал а русская православная церковь за границей не признавала московский патриархат за благодатный так а мы признавали то и другое нас тогда дали те которые первые туда шагнули а вы с патриархийными знаете безбожники кгбисты там экуменисты мы признавали отстаивали это нас и в этом нельзя упрекнуть то есть рпцз вам как бы вам предъявлял за то что вы признаете московский патриархат то есть да и вам это вину ставил только говорили как вы можете признавать там же живете они за вас душат они вас предают на суде когда мне судили самые подлые против меня сижу на скамье подсудимых самые подлые показания давали священники интересно михаил федорович у меня зам того места где я работал предприятие коммунист он дает блестящую характеристику михаил федорович священник скачков дает самое отрицательное игнатий ждет мессию запада а я прям говорю отец михаилу еще придумывает как могу знать запада когда на облаках грядет то есть они не знают что и тогда он сразу а я не говорил а то судья говорит ваша подпись стоит здесь они на него там я из-за этой где я сижу за решетка не было до потолка это прям к нему раз отец михаилу благословите так они потом сколько удивляются он сразу из-за этой капельной шагнул ко мне и благословил я говорю вас прощаю ничего не имею так еще даже охранники говорю ой как они сумели сделать и простились и ничего не нарушили так они сразу вокруг тут засуетились там меня заперли ну и дальше так сейчас еще просто я уточню и вот вас приглашали получается туда на собор в америку где обсуждался вопрос признания каноническим общением московской патриархата да и рпцз выбранные наши два представителей я там не был отец таким был и яковлев виктор андреевич но под этим то есть на самом деле хотели объединяться но об этом никому не говорили то есть вам даже слова не было вообще не было речь о признании потому что когда зарубежные приезжают сюда приезжают допустим оптина пустынь на была а причащаться то нельзя и они поэтому все время отдалялись и некоторые стали там уж никого нету там было примерно 7 миллионов а мне говорил метро патриархата сейчас 300 где остальные а вот это не не евреи это они сохранили свою национальность и свои замыслы все а это русские они растворялись а на католичке женится на ней принимает католичность а то и неверие совсем я видел там эти жалобы говорили сохранить русскость для них это самый большой труд был русскость уже не веру более мангеля вообще не знают дальше так а на каком основании рпцз не признавала благодатность московской патриархии что ставилось вину и почему не признавала тут два момента даже может быть три в первую очередь не был канонизирован царь николай это они ставили находится в экуменизме все ересь ну понятно и дальше чтобы среды ставили через кгб все епископ это секрета не было это 7 вселенский собор третье правило делает недействительными все рукоположения там ни одного больше архиерея патриархии не было который без ведома специальный был отдел по культам кураедов там там было раньше так карпов основание это было это все а вы как-то просто я говорил что они могут попятить если об обидении речь за нет устранить это и зарубежные согласятся если эти условия стоят они не должны были условия ставить ни под каким условием мы туда не пойдем там смерть для нас а они даже это не сделали никуда не вышли ни покаяния декларации сергия не прокляли ее ничего нету декларация сергия 1927 года почти решающую роль это и кгб впустили в себя и признание это сатанинской власти антивласти и зарубежные я там много был в вашингтоне в нью-йорке в сакраменто лос-анджелесе жил то есть я знаю о чем говорю тем более я жил в синоде непосредственно у меня беседовали с архиереями и прочее да они не согласны были когда я им говорил что вот такие которые там свечи там парафиновые проще не восковые женщины без платков матушка с накрашенными губами то есть такая разболтанность я это видел и я приезжал когда меня спрашивали ну понравилось а груди сколько опять возвращаясь это понравилось а груди нет а когда побыл монастыре жандарм вилита вернулся понравилось подраз ну наконец-то говорит я говорю что я с монахами стою вместе молимся никого не видим тем более они устроили большую встречу под заголовком будущее русской эмиграции во свете библии там и китайцы и корейцы с переводчиками были я выступил называя даты когда это было что они должны были сейчас делать программу просто успешно очень вот так дальше все понял а то есть при третье правило шестого вселенского собора она говорит от седьмого то что если епископ при поставлен при помощи властей он недействительный так поставлен они ставили анастасию грибановскому архиепископу митрополитом стал когда что он благодарственную написал грамоту адольфу гитлеру а за что ну позволили построить великолепный храм больше ничего не было он не призывал не как тихо на 3 просили белые мигранты благословить на войну советской власти он же не благословил так этот и за это стали они продались фашистам какой ну благодарность написали написали что позволили нам здесь в чужом государстве это веры там нет она пришельцы мы все вот и все так это обман здесь то другое каждый храм это должен был распластаться все отдать все предали это я хорошо испытал на себе и дальше ну вот вы знаете этот канон почему вы признавали действительность тогда это благодатность московской патриархии на основании бытов как почему признавали это по во первых неоднозначная структура это раз потом основание это не означает там архиереи то другое то на это есть когда в греции мы смотрим они чуть не через год архиереев которые главы были патриархов рукополагали турки турки давали разрешение там это было с александром невским точно так же они давали ему там документ там своя була была вот и мы это видели мы знали многих монастырях священников оголтела на всех сказать никак нельзя никак и поэтому мы не соглашались с этим а когда уже пошло это объединение это все это с трудом скрипели тем более они не знают как задержать мира мира получать только от патриарха в мире как будто бы в этом мира который состав тогда они утверждают это я называю не по евангелию это никак не может быть что в бутыльке сохранялась вся тайна ваша вот так вы признавали признавали ну вот и христос ведь он признавала первосвященников которые были тогда иудейские первосвященники но которых римская власть ставила через римскую власть они назначались но по закону божьему они должны были один предсвященник на всю жизнь до конца но это все нарушалось и христос их признавал вот позвали зная каноны правила мы говорили не вмешиваемся а теперь а теперь это который архиерей рукополагал нашего архиере а может быть кто-то из них был обливанием как вы признаете когда обливание действительно надо полное погружение признаем здесь исследование не делается понимаешь это субурно неправильно ну и вы не пошли в то что делают и пц там истинно православная там церковь подполье где-то все как вот герман стерлик все дайди на еретики зарубежные старообрядцы все еретики один епископ где-то там подземелье а он его знает но никому не скажет то есть мы на эту подлянку не пошли мы признавали да я более того я всегда признавал благодатность католической веры я дальше иду григориана армянская коптов и сирийцев я не пойду туда никогда но не сохранили рукоположение по нисходящей линии до сегодняшних дней до церковь церковь не объявляла ретиками это во первых а потом я разговаривал с армянами апостоличная церковь они говорят мы никогда по-другому не понимали на харакедонский собор нас не пригласили даже картина сразу меняется но мы узнали решение собора и приняли их но я буду нет зачем мне это говорить нет мне зачем это когда они сами сознались что мы точно так же понимаем и исповедуем я беседовал с католиками с католиками ни разу не спорил с григориан армянами никогда и никак все давайте дальше тогда разберем письмо так более-менее понятно после акта о воссоединении в 2007 году мы дали указание отцу яким лапкину подчиниться барнаульской епархии мп так указание слова указание так где в каком каноне не нашли то что указание должен менять теперь юризиксы нигде нету а с него другого будут требовать когда признал это или нет он то у них теперь как марионетка он будет делать то что скажут а иначе какое-то объединение то он патриарха признает да мы-то признаем не поминаем его до дома я поминаю каждом молении как каждом и он ответил так как есть он по-другому не может ответить ему уже программа запрограммирована а приставе он скажет нас обманулили что-то какое отношение к ним будет и что значит две общины мизерные его тоже понять можно я его не сужу нисколько молимся за него посчитайте еще раз дали указание и что указание разве это лишает благодатность ищевистенство или благодатность моей жизни избранность моей нет конечно вот дал указание да я дала вы сами решайте выполнять не выполнять указание совет указание когда он дал уже не имеет никакой власти уже они объединились а мы нету я над нами власть потерял всякую никакой власти нами нет он самый нас вычеркнул а в эту мы не вошли это уникальный случай когда мы ничего не нарушили и теперь вообще над нами нет этих судей и мы признаны теми и другими вот когда приезжал сюда этот иларион капрал и как раз серьги был и отец таким приехал сюда вот он приезжал вот он кто сейчас писал письмо это он приезжал до сюда и ведется с отцом акимом они были вместе с сергием уже серьги был у нас здесь митрополит иванников батюшка с ними был там и вообще слова даже не было как будто бы все зачем они лище будет говорить а тут спрашивает он не знает кто такой он же не видит кто перед ним там полушаман сидит или кто уже не знает какой-то и зуид сидит перед ним с какой целью пишет но он ответил не не знает это а обо мне вы слышали как отозвался иоанн от серьги батюшку выезжает сейчас в отпуск и в сена и парке местная метрополия дает ему справку что она под судом не состоит в ересе там не состоит и проще он едет чтобы везде мог причащаться каждый год берет еще максим степаненко говорит вот как делает митрополит за чужих заступает она своих пожирает так как головина там каскуна там вопросе бахова там сколько я уже их набрал там мы просто пожирают и все тем более этого анастасия головина вообще никакой не появлялся нет и его попутно смели у них хватка именно такая мертвая хватка кгбшников ну то есть вот я сколько канона не изучал тоже уже несколько лет можно сказать я на их читаю изучаю я не видел ни одного правила которое дает власть епископу чтобы кого-то человека или приход переместить в другую юрисдикцию такой власти не встречал лишать благодатности не имеете права литургию совершать куда они пытались перед этим чтобы у батюшки мира вот это и там епархица это сказать патриархия сава какой-то писал абачка я у вас ничего не брал я привез несколько антиминцев меня митрополит виталий вот сюда вот навесил я несколько метров привез антиминцев антиминс это церковь отдельная отдельный храм или антиминс надо башка я не брал у вас ничего у нас свои есть то есть они пытались любыми путями на задавить но ничего не получилось они отступили друг такого митрополита бог дает как отец родной с по сегодняшний день я не знаю что завтра будет дальше дал указание все услышали привык сведения сами пишут когда что-то было приняли к сведению на больше он не рассчитывал так в общем получается так что они подписали то есть они договорились объединиться но у никто здесь в россии остались приходы он же не может назад дать и сказать что все нету теперь у меня приходит то есть у меня все равно остаются приходы хоть когда они договорились на высшем уровне и вот он теперь говорит что то есть мы дали указание рякиму лапкину подчиниться барнаульской партии а почему дальше говорит почему дали-то игнатий лапкин неоднократно обращался к моему предшественнику митрополиту лавру а потом ко мне с просьбой о сохранении общины в потеряевке под нашим амфором каждый раз то подожди главное судя что такие-то не поминающие там смотрим лонгин не поминает патриарха у нас этого нету и ларион упоминали поминаем и мы просили оставить как они имеют какое право имеет расстояние изменилось между нами или какая-то вина моя батюшки или прихожан нет ничего этого в истории мировой никогда не было и поэтому мы боремся богу и мне прямо господь отвечает ты только можешь молиться они видят грядущего волка и бегут оставляя паству они ответят за это а мы ничего не изменили ни грамма нигде как я вернулся тогда с америки жил и монастыре и в синоде и ничего мы не изменили наше отношение ни на чем не основано чтобы меняться дальше каждый раз мы подчеркивали отцу и акиму его брату что мы не вправе больше иметь приходов и общин под наши юрисдикции на канонической территории московской патриархата в россии и не можем больше считать их общину церковной единицей рпцз ничего не говорится о том что вот это благодатность и таинство да по-другому далее назвался грузин полезай в корзину и здесь точно тоже мы не можем теперь распоряжение он не может он показывает как вот патриарх алексей этот кирилл выходит и я понимаете что нельзя вот сейчас ходить храмы там полтора метра два стоять и видно что чуть не плачет я пятьдесят или сколько лет учил ходить и храма сейчас сам говорю не ходить и видно ему а по-другому никак его сразу сметут или еще что-то сделают или просто ликвидируют и он говорит точно это так они уже залезли они еще забыли что с ними делали то а что признание дальше не надо было идти ни шага признание благодатность приезжают гости а чужая территория кто вам эту территорию дал мной распоряжать себя тут родился вот сейчас допустим и кто тут благочины в варнауле вот дома вокруг стоят ни в одном никто не бывал никогда твоя заросшая брошенная по они пасту но все крещеные крещеные на 300 крещеных только один что-то знает и ходит на 300 0,3 процента это уже не где-то я из брака изыщества я выставлял этот материал помните университете и здесь он говорит этот можем можем услышать даже его интонацию мы уже не властны он не может не знать канона тем более мы с ним сидели он был секретарем в синоде интересно было я сижу там листаю книги про которых у нас нету фотографии царя там анастасия лежит на копне курит царская дочь он сам курил и там много фотографий то а в это время какие-то муж женой ну возраст под 60 лет и они какие-то претензии имели претензии имели видимо к синоду что-то там было сейчас даже до конца не слышал но я слышал о чем разговаривали и когда они вышли как выйдете документ сейчас подпишут ну виноваты значит там платить надо будет или что-то а ларион это мне и ларион говорит который сейчас первой свете первый айрарх а я ему говорю владыка да это же неправильно гангский собор пятое правило габарит вот так вот я кисарийский григорий говорит четвертом правиле вот так да вы что сразу раз правда так ну-ка зовите этих которые вышли и он говорит так вы не правы вот тогда так поступили то каноны нарушены все и он сразу значит и те признаете не признаете да когда они вышли он мне говорит никуда не уходите у меня еще тут есть которые к нам претензии предъявляют вы мне поможете он удивлялся все когда по библии то узнали что я цитирую на память а что канона я знаю этого они не слыхали как у старобрядцев надо же сатана как дает знание библии а когда узнали что святых отцов никогда не слышали чтоб сатана святых отцов особенно педора студита или там максима исповедник это их любимцы уара там а я говорю биографии данные ну такое мышление у людей и вот теперь они не знают что с нами делать а делать ничего не надо я мысленно так вот полагаю пока я только соображение когда стали говорить ничего не они не переходят ну не против да нет они нас признают так давайте оставим так говорили что вас насильно втянули а мы тогда будем ссылаться на них ну вот же две общины есть их никто не тянет почему вас затянули вы же добровольно пришли к нам те которые пришли а потом начали бунтовать и которые новые резекции создали они теперь патриарши могут указывать на нас я так думаю они сказали да не надо раз никакого вреда нету а и в тихий когда были там уже принималось решение он еще вечером категорически был против объединения а утром пришел мне откровение ночью было боже матерь там открыла ли что-то так ахнули все наши ну только они так и делаются это записано все передать мне только послание послал московская патриархия там это чуть не собачья конура он посылал у меня все эти его послание и тихие есть а теперь его там только крышу покрывает храм один стоит и там ему сказать нельзя он кое-го встает кое-где вот там неправильно патриархии на там тем более языческое вот это накрещение в проруби купаться ну и ответил архиерей наш так над нами никакой власти не имеет когда он писал письмо уже все объединение произошло он говорит о прошлом мы давали и говорили мы не пошли что дальше разве у них был канон какой-то если кто-то не подчинится решением об объединении с патриархией то двери неба закроются на врата ада откроются но это может думать только человек с деревянными мозгами с прокуренной совестью дальше что там ну и самое главное то он же говорит мы не имеем права больше иметь приходов но они не имеют права они сами подписали это но вы то тут причем что они не имеют права вы то тут не виноваты не ваш не ваша вина в том что они сами отказались от своего права иметь приходы просили овец видит волка приходящего бежит наемник теперь обнаружить кто они такие это согласно евангелие 10 глава и дальше так да в россии то есть не имеет права иметь на канонической территории московской патриархата то есть это была каноническая территория по порядку а как же московская патриархия в америке имеет свое от московского патриархата других государствах германии в англии где был антони какое отношение вы имеете к тем странам то но тут вообще никакой канонической территории не устанавливал господь для души моей почему там 362 кажется параграф был при патриархе тихони что каждая епархия самостоятельно может соединиться никак нигде нельзя совещать нельзя и все остальное ушло двукратный собор 15 правила включили два правила и все теперь по одному а я говорю каждый священник по одному может быть признавая архиерея но не вмешиваться конечном счете признание истины и один человек спасется было бы где причаститься и что дальше в россии и не можем больше считать их общину церковной единицей рпцз они не могут потому что рпцз у них есть они вычеркнули не могут это не означает что батюшка не может служить литургия и прочее они не могут потому что уже подписали что не мы их всех вычеркнули им нужно было чистый бланк и они его получили чего нету мы подчинились все приходы уничтожили остальные разбежались от нас видя кто бы такие мы уже несколько лет мы уже несколько лет не имеем никаких контактов и общения с этой общиной или с ее возглавителями понятно они не имеют значит он в молитву не а что мы именно не вошли в московский патриархат это он знает на сто процентов когда пишет это по это для того чтобы сломить нас и о так вы у вас и крещение не действительно то другое все недействительное но это люди бога то не знают не знают что такое рождение свыше крещение духом святым это уже для них заоблачная даль там они разные решения принимают во главе с коммунистами с кгбшниками а мы должны подчиняться а зачем я живу один раз на суде божьем я буду отвечать за себя за меня никто не будет заступать и мы что-то изменились они сегодня подписали о соединении вот я ложился спать я еще считался благодатным и батюшка теперь не подписались их подписи стерты наши имена на небе мы не знаем когда они там подписывали чего батюшка ездила все фикцией было не признание объединение речь но они никогда не вели об этом это сделали мы знали под сукном он лишь главный документ теперь они поздравили друг другу и что получили растворились и нигде никого нет ни на одну йоту не улучшилось положение в московской патриархии ни грамма теперь кто-то ответил у нас они не числятся правильно ответил потому что вычеркнули вычеркнули если я не числюсь это не означает что меня там нету поэтому подтверждаю что первое община в потеряевке не относятся к церковной юрисдикции рпцз да и ну да второе протрия иаким лапкин не имеет нашего благословения на совершение богослужений в храме священномученика анфима в селе потеряевка да ну не нужно уже сто раз давали его и сам служил не имеет благословения куда оно делось он еще играет благословением что-то фишка какая-то не имеет благословения вместе служили в Австралии в Америке благословение а теперь я своё благословение что это партигар какой то или что не имеет в чем его вина это вы там за курицей все это делаете и горько рассчитаете за это Не имеет благословения. В какой момент он отнял благословение? Когда подпись поставил об объединении. Ну, это же ясно рассчитано с деревянными мозгами, как я говорю. Ничего нет. Ни канонами, ни писанием. Ничего нет. Да, есть люди, которые стали поминать их за предательство и политику. А к нам их не относятся. Мы их признаем и молимся. А они не запрещали Якима Лапкина? Запрета не было? Он власти никакой не имеет. Когда он будет запрещать? Когда сказали объединяются, они еще наши отношения не знали. Уже день прошел. А теперь, когда узнали, что мы не приходим, а мы не в вашей патриархии, они нас не могут запрещать. И те не могут запрещать, потому что они никто уже... Они сказали, что вы не наши, а мы не ваши. Это уникальнейший случай. Они дали нам такую свободу, которую только Дух Святой дает. И мы это все приняли. И вот это письмо как от Бога. А какой там пишет, кто, что, искал, что-то получил, лучше у него стал. Да нет, конечно. У него ничего не было и нету. Кто это подыскивается? Тем более я с ним один раз разговаривал. Это иезуит. Прожженный просто. Подкапывается слово, не надо слово не отвечает. И главное, что интересно, у меня ролик пропал. Кто его закрыл, украл? Вот проходит время, сколько... Я сколько лет отвечал, его нету. И вдруг кто нашел? Вы нашли его? Да. Вот так. И главное, но мне... Сразу же после беседы, узнали, что мы беседовали, попросили, патриарши, не выставляйте пока эту беседу. Не выставляйте. Потому что там кое о ком назывались имена, фамилии. Назывались фамилии не нами, а ими, кто беседовал вот этим Антоном. Ну да. И что? А ты, говорит, виноват. Волк, говорит, виноват, что хочется мне кушать. Сказал. И что? Игненка поволок. Мы ни в чем не повинны. Ни в чем. Самое главное, что обычно, ну в данном случае обвиняют же как бы в расколе. Но раскол это когда ты с чем-то не согласен и уходишь сам. То есть ты не поминаешь или там не признаешь там вопреки всего этому. А здесь вы никуда не уходили. Вы как признавали, и тех, кто других так и признаете. И тут, по сути, вас просто вычеркнули из списка, то есть невиновных. Абсолютно. Ну что, я должен теперь спрашивать, как он вычеркнул, и теперь трясется, а куда мне идти? Я самостоятельная единица перед Богом. Он вычеркнул, но он будет отвечать за это. Но в этом мы увидели великую милость Божию, что вычеркнули. Они на даме власти теперь никакой не имеют. Никакой. И мы не повинны. И не повинны. Ни в чем. Вот они ставят, а вот то это перестали поминать. И Лавион стоит у нас на первом месте. Патриарха мы поминаем. Я Франциска Венедикта ежедневно поминаю. И что мне, вину выйти ставить это? Мое сердце расположено. Я об Ардагене, о Трампе молюсь, о Амане Тулееву. Ну, все, которые здесь есть. О Кадырове. Особенная молитва наша об Александре Григорьевиче Лукашенко. И что, мне запретят молиться? Написано, молиться за старейно-щальствующих. Я бомбы им не подношу. Молимся о том, чтобы не было покушения. Об Элларионе, патриархе молимся. К нам претензий никаких нету. И быть не может. А все остальное, вот эти слепые там котята, они ничего не знают. Ему сказали, давай, бей. Ему разве сидят? А матерей там подложить, говорится, гнилье какое-то под окна? Разве сидят они бессовестные совершенно? Я посмотрел, как выступает, там на гитаре играет Тулеевич. Он неверующий. У него веры-то никакой нет. Там по шамане что-то подорожает. Видели, может быть? Вот там орет, сидит. Но это его дело, между прочим, так. Что интересно, вот этот, который, там какой-то Михаил, кажется, с Игнатом, Сергеем Егоровичем, священник, молодой-то. И на меня, мне на него кинули фотографию там, где он выбросил. Вот я только посмотрел. И сразу, вот только посмотрел, не считал, не знаю все. Я подумал, опасный. Я не знаю, почему. Опасный. Вот первое, что у меня было об Андрея Ткачеве, это первое. Вот это же слово, он опасный. Он рано или поздно на меня должен напороться. Хорошие слова, говорит. Вот это сейчас особенно о разводах, о том, что там и матушки, батюшкам изменяют и прочее. Хорошие есть слова, то другое. Но у меня сразу настороженность. Только я глянул, ничего не слышал. А когда он заговорил, вот я увидел уже. Но я никак не трогаю. Если он полезет, ему не до меня. Ему и так хватает шишек. Ну, у него все-таки плюс, он проповедует много. Много-много проповедует. Да, 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 да. И когда он выше, вот я сейчас написал письмо, и там, где он выступает, я скинул туда комментарий. Он нигде выше священства не поднимается. Он не говорит, что архиереи ставят таких юнцов. Нигде ни разу об этом. Он знает, сразу его затопщат и сожрут. Ничто. Нигде он не говорит о том, что неправильное крещение, неправильное исповедение, все таинства нарушенные. Он нигде это не говорит. Ну вот смотрите, Игнатий Тихонович, в итоге-то у РПЦЗ в России было много приходов. Когда вот этот акт о каноническом общении и объединении, когда произошло, все ли приходы признали это объединение? Сколько их не признало? И что с ними стало с этими приходами? Я не считал, я знаю, что 13 новых юрисдикций. А они включили тех, которые за рубежом, вот как у Пашковского, у него 110 что ли приходов, которые не пошли туда. Они потеряли много-много в этом, а пошли туда тех, которые, то лишь бы, говорится, утробу набить. Я когда был в Сан-Франциско, ну меня пригласили, а там и гробница шанхайского Яна, и тогда был Антоний там, Сан-Франциский-то. Вот мы таких-то людей принимаем, говорит, а они даже в патриархии-то нетерпимые, к нам приходят, а мы никого не знаем. Я так посмотрел, я ни одного не знаю. Говорю, отец Сан-Франциский, я знаю, вот это, вот это знает. Но, как проверить-то их? Я говорю, просто присылайте их в Потеряевку на три месяца, и через три месяца мы дадим вам характеристику. Он никуда не денется. Вставать вместе будет, молиться, три месяца отдохнет здесь, рыбу ловить будет. Вот так. И поэтому... То есть они, наоборот, этим решением, наоборот, создали расколы, получается. Да, больше расколов. Расколет-то колун, а не чурка. Они бьют-то чурку, как вот раскол, который был при Никоне. А при чем старобрядцы? Они на старом стояли и стоят. Никон-раскольник-то, они старобрядцы. Хотя они мне неуполновачили рассуждать о них. Но это так. Колет-то колун, топор. Они чурка. А мы-то чурки стоим, ничего, никакой власти не имеем. Они там решают. Но они могут решать что-то. Повысить, там рукоположить. Вот мне, допустим, чтобы беседовать до этого, а я просто мирянин, мы кончалось богослужение, мы заходили в трапезную, столы опрокидывали, чтобы места больше было. Я говорил проповеди. Это как на улице. Но епископ и психий Курочкин меня в руку положил, чтобы я мог говорить и про архиереях, и в храме во время литургии. Я благодарен ему за это. Никто с меня это не снимал, ни под каким видом. И даже богослужение идет при митрополит Сергий и мне говорит, скажите проповедь во время богослужения. Не говоря уже за столом, когда говорят, я всегда выступаю, это видно. Они, нет, это тоже он виновен, что вас признает. А я ему сказал, Сергий, митрополит, это нынешний, мой Иваник, он говорит, стучат рогами, чтобы разлучить нас. Я говорю, вы только заочно не расходитесь. Нет, говорит, уже стучат. У нас записан этот разговор. Ну и вот, дальше уже Московский Патриархат. Тут мы читали письмо из РПЦЗ, а сейчас вот из Московского Патриархата уже через буквально там пять месяцев или что, да, пришло письмо главному редактору Русской народной линии Степанову А.Д. То есть Степанов А.Д делал запрос в Барнаульскую пархию, по поводу вас. И ему оттуда пришло письмо. и что? И написано «Уважаемый Анатолий Дмитриевич, в ответ на ваше письмо о деятельности Игнатия Тихоновича Лапкина сообщаем следующее. Игнатий Тихонович Лапкин состоит в молитвенно-каноническом общении с православной церковью через Барнаульскую пархию, как обычный мирянин». Понятно. Вот как умно сказал. Он не сказал, что он к московской патриархии, а состоит в общении через Барнаульскую метрополию и все. И далее. Он ревностный православный христианин, проповедник и исповедник. Вот тебе на, исповедник, это же статус исповедника, это очень высокий. То есть единственный в России сейчас живой получается исповедник. Это официальный документ. И что дальше? Драгматических и канонических нарушений у него не установлено. Вот и все. Под церковным судом не состоит. Установлено, тем более за рубежа ничего не могли установить, тем более отношения были очень хорошие. И с Лавром, и особенно с Виталием. Митрополит Виталий там какую мне грамоту дал? Когда я в Нью-Йорке был? На всестороннюю проповедь Слово Божие в Российской Православной Церкви, не в Патриархии. Дальше. Как обыкновенный гражданин, он имеет право на организацию лагеря и иную законную общественную деятельность. А эту сторону деятельности регулирует совесть и соответствующие органы государственной власти. Игнатий Тихоныч Лапкин человек твердых убеждений пожилой, что требует уважительное отношение к нему. С уважением Сергий митрополит Барнаульский и Алтайский глава Алтайской митрополии. Московский патриархат. Подпись есть? На бланке? Подпись есть. Телефон, подпись, его бланк официальный. Доказывать какому-то Тувинцу зачем он нужен мне? Пусть ему дадут характеристику соответствующую, что он исповедник, требуется уважительное отношение. Ну, пускай. Он только начинает еще это, куролесить. У него много будет разного. А там митрополита Виталий у вас есть этот? Так, сейчас, да, есть, да, вот. Грамота. Ну, что там написано? Вот, вот митрополита Виталия. Он тогда был предстоятелем Русской Православной Церкви за границей, так? Да, да, да. Главный, как вот тут патриарх, там митрополит. Один митрополит на всю зарубежную церковь. Игнатию Тихону Чулапкину преподается нами Божие благословение на всестороннюю миссионерскую деятельность проповеди Слова Божия защиту и укрепление веры в Российской Православной Церкви. Я это и делаю. Благословение дается митрополитам мне. Я уехал когда туда, еще на поездки прислали. То есть у нас были хорошие отношения, мы по Америке сколько ездили, выступали. Интересно, один раз выступаю, там большой зал, и он поступает, а подиум-то высоко, выше там. Он по ступенькам бодро так ходит, он 90 с чем-то лет жил. У меня микропон берет из рук, я же говорил вам, вот теперь человек нашелся, подтверждает это. И опять пошел и сел в первый ряд. Я молился, с ним рядом стояли, у него такая, как дужки вокруг были сделаны, чтобы ему не упасть. Он слева, а я колоню с правой стороны стоял. За столом обедали, с чашки мы вместе были. Бесед сколько было, чего я от него, книг сколько получил. Вот и все, что благословение потеряло, как вот там кто-то подписал и съели его или как, оно истощилось. Я изменился, может быть? Нет. И они знали, что мы, тогда, когда нас принимали в зарубежную церковь, как мы писали, или мы приняты, и у него там решение нас стали решить, решение синода, синод принимал нас в зарубежную. А теперь вы, вы пятитесь на брата, вычеркиваете, этого не было. За всю историю зарубежной церкви и двухтысячелетней истории церкви Христовой такого не было. А почему? По многим молитвам, по благодати Божией мы получили эту свободу. Игнатий Тихонович, ну и еще скажу, вот что говорят тоже те, кто вас не любят, они спрашивают. Вот Игнатий, говорит, постоянно говорит, что надо смиряться, если что-то митрополит, ну, епископ что-то наказал, даже если несправедливо, надо смиряться. Он говорит, ну а почему тогда они не смирились и не перешли в Московскую патриархию? Мы не наказаны. Еще не было никакого решения. С чего ради-то? Тех, на которых дают что-то, они имели там за деньгами или чем-то. За нами-то ничего. Мне вообще ни одного слова никто не писал, не говорил. Ни один архиерей, который был генеон, тут уехал. Тут переписка была такая, тут я трогал. Но опять же, ничего не накладывалось, никакой эпитемии, ничего не было. Перед чем смиряться-то? Вы закрулись и делать, это ваши дела. Я не участвую в этих беззакониях. И поэтому мне не надо подчиняться. Это добровольное было соединение-то, а я тут вначале принуждать, ломить, иначе я с тобой что-то сделаю. Это же бандиты уже какие-то. Как так можно? Ничем, а овца не провелось, я тебя зарежу, я тебя убью. Ну, пастух овечки говорит, если ты не идешь вон то стадо с козлами вместе. А зачем мне козлищи нужны? Тем более, община вся без них ведомо образована. Они ничего не имели здесь. Ничего. Да, я благодарен, что они меня призвали. По миссионерскому фонду я был единственный, кто за все годы советской власти за рубежом. Они же за меня заплатили. И я жил в одной комнате с архиепископом Антонием Синкевичем в Лос-Анджелесе. И каждое утро мы долго гуляли, всегда ходили. И мои материалы, которые к истинно-православие, я ему все давал. Ни одного замещания он не сделал. Ни одного. Вот и все. Игнать Тихонович, ну вот смотрите, а если Отец Яким уйдет, допустим, ну что-то с ним случится, у вас его уже не будет в общине, то где священника тогда вы будете брать? Вот вопрос задают люди. В первую очередь Господь усмотрит. Второе, когда отец Яким уезжает в отпуск куда-то, и он говорит, владыки, мало ли что тут будет-то. Нужно, чтобы священник какой-то был, там умирает, срочно, там авария какая-то. Он говорит, а кого вы хотите? Он говорит, Беляев, отец Сергий. Он был секретарь. И он в Потеряевке был, и у нас здесь в общине был, и все. То есть вот и все. В один из дней мы приглашаем священника, а они приезжают с архитерем, служат. Мы все причащаемся во время поста, и все. Мы заплатим дорогу, заплатим десятину. Не за таинство. Все это обдумано. Дальше мы можем по отдельности ходить в любой храм Московского Патриархата и причащаться. Нам нигде не отказано. Еще ради отказывать-то. Да ну-то приходите не так одеты и вас сразу вычислят. Это не надо. Мы везде такие, какие были, такие будем. С поясом, с бородой, а сестры наши в платках двойных и платья до полу. Мы осознаем. Батюшка сколько бьется, чтобы еще кого-то рукоположили. Пошли у нас учиться в них семинарию. Наши люди. Они знают, что это зарубежная церковь. Трое учатся. Один уехал, его нету. Один во Францию уехал, другой здесь, третий отказался, вышел. И у нас опять никого нету. А какие кандидаты есть, они не соглашаются. Вот Виктор Андреевич Яковлев вполне подошел бы. Нет, я такой. Другой юрист. Тоже никак. Дальше будет видно. А если он рукоположит и скажет с условием, чтобы только в патриархии были, а вот зачем эти условия ставить, если о Боге есть? У Бога не патриархию будут спрашивать, а водительство Духом Святым. Жизнь в Духе Святом, стяжание Духа Святого. А поэтому мы на этом пути и стоим. Мы не проклинали никогда никого. Молимся за всех. Так а вы молитесь за Папу Римского в частной молитве? Да, молюсь. Я не скрываю этого. А как это повредило кому? А что ему какая-то польза? Я был в Ватикане, подарил им книги. Франциску и Вениамину. Венедикту. Венедикту, наверное. Да. Так, ну еще тогда получается, Московская Патриархия вам выделяет священник, если нету священника у вас, то вы уже договорились, и вам Московская Патриархия будет выделять священника на совершение, если кто-то умрет, отпеть, либо на литургии Роспост. Уже архиерея. А другой архиерея не будет, губу-муху смотрит. Тот неизвестно, как бы вел, а этот даже разговора нет. Сразу же обращается, кто-то умер, уже умирает, там отпевать надо, договаривается и приезжает. Признает благодатность, а не так, что батюшке больше благодати, чем у них. Этого нету, и на Бразисе никакой нету. И поэтому мы можем сами даже не обращаться к ним. Пост идет, а мы же ходим на прощенное воскресенье. Каждый год мы в московском патриархате. Мы приходим и причащаемся. Ну, желательно, конечно, чтобы к одному священнику ходить. Все. Получается, что, да, если даже не будет, вы спокойно сможете причащаться в любом храме. Мы это обговорили еще, когда даже объединения не было. И мы сказали, мы примем какое бы ни было решение синода, мы его примем, подчинимся. И решение было признать экономическому общению. Мы приняли. А дальше этого решения не было в синоде. Это обман. Это они жульничают. Пираты захватили корабль. Нигде этого не было ни слова. А они же еще собирались со всех приходов со всех приходов в российский зарубежный. Это же все зарубежный собор был. Ничего этого нет. Ну, это их дело. Ну, все понятно. Ну, по сути, у нас благодарности зарубежным и синодом ничего нет. Когда они открылись, приходы наши стали открывать здесь, так как мы увидели из тюрьмы, дверь распахнулась. Нас не надо было уговаривать или чего-то. И что будет объединение, это ни об этом речи не шло. Только о признании акта о каноническом общении. Вот так и назывался. А об объединении не было решения никакого. Это закулисная авантюра. Они авантюристы. Да. И поэтому... Христос. Да, пожалуйста. Нам все скрывать. А который там говорит что-то, он говорит на свою душу. К нам это не относится. Никак. А им надо, что батюшка не имеет права. А кто его решал этого права? На каком основании? И батюшка, когда приходит здесь в собор, архиерея служит, сразу же в алтаре здесь служит батюшка. А те, с таким, служат со священниками, а их тут человек 30 на прощенную архиерею. Видели, когда к кресту подходит, он ее обнимет и поцелует? Никого это не делает. Это не просто отношения, это братские, отцовские. И когда батюшка бывает, вот недавно где-то сослужил с ним, а как Игнатий, там, как здоровье, всегда расспросят. Отношения их очень близкие нам. Мы его своим архиереем считаем, его подчинение своим считаем, но не означает, что теперь какие-то их дикты падают на нас. Никак. Они было хотели это тоже сделать, что батюшка приехал на совещание, пареньшка, зачем мне ехать туда? И все сразу заглохло. Ну да. Быка за рога не получилось. Главное, а как нам объединиться? Тогда уже вопрос пошел об объединении. Я говорю, очень просто. Во Христе давайте так. Машина у вас есть? Есть. Составляйте команду. И мы составляем. Миссионерская команда. Вы дасовайте Евангелие сколько хотите, и мы сколько хотим. И дальше мы сколько хотим. Теперь допустим мы назначаем большой город или село здесь в Алтайском крае. Выезжаем вместе, ночуем вместе, обедать можете, каждый свое у нас будет. А дальше мы людей приглашаем на три часа в дом культуры или стадион. Вы там с того конца и мы. И во время, когда каждый будет говорить, вы говорите 5 минут 10, мы говорим Московская патриархат, заурбежная церковь. Но людей всех везде приглашаем Московский патриархат. Вот и все. Я иду на условиях Василия Великого, когда об одном храме там они с орианами спорили, и там прямо битва шла. И он говорит, давайте так, мы запрем его храм, опечатаем и а потом будем молиться. По чьей молитве храм откроется, тому быстро надежать. Ну а если а кто первый? Ну жеребий бросим. А вот они первые помолились и дверь не открылась, а ариане. Ну а потом мы. Ну мы тоже не открылась, и что? Ну отдаем тогда и все. Так это несправедливо. Ну давайте уступим храм, мы другой построим. А то Василий Великий мы точно так же говорим. Мы все зовем всех до одного московский патриархат. У нас правил к себе не звать. Спрашивают, а почему? Чтобы карикатуру на христиан не увидели, я этим побуждаю людей. Просится, мы не отказываем, но проверяем. Вы знаете, как комиссия, на дом ходим на работу. От трех до пяти лет было у меня занятие в университете. Оглашенные даются два ему поручителя. Где это делается сегодня? Где? А у нас это установлено. Ну и все однако. Да. Спаси Христос. Развернутая беседа. Ответы все получены. Давайте отключайтесь. Я вас ...